Размеренная жизнь пенсионерки Алевтина Весниной сменилась на бесконечные походы в суд. 70-летняя женщина взяла кредит под залог недвижимости в Сибирской народной казне. А потом случайно из квитанции ЖКХ узнала, что квартира, которая когда-то досталась от завода, больше ей не принадлежит. До 30 апреля 2019 года она должна покинуть жилье. Такую же сделку купли-продажи оформили и другие участники сегодняшнего процесса. Их пять, все пенсионеры. Они поддерживают версию свою, что мы добровольно все продали квартиры, получили деньги, хотя никто денег никаких не получил, кроме вот этих займов. А эту пенсионерку уже выселили из собственной квартиры. Галина Макарова взяла кредит в той же микрофинансовой организации на 700 тысяч рублей. Сегодня в суде тот самый руководитель Сибирской народной казны Роман Тюленев. Он был задержан в начале марта в Новосибирске. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Известно, что ему 35 лет, а кончил 11 классов. Обвиняется по статье 159 Уголовного кодекса. По самым скромным подсчетам он мог присвоить себе квартиры на сумму более 7 миллионов рублей. Сегодня нам стало известно в судебном заседании о поступившем ходатайстве потерпевшей раскольника из города Новосибирска, где до сих пор не могут возбудить уголовное дело в отношении того же подсудимого. Факт того, что в другом регионе аналогичные произошли происшествия, обстоятельства, об этом стоит задуматься. Впереди больше 10 встреч в суде. График заседаний расписан до февраля. Алевтина Веснина верит, что к тому времени Тюленеву назначат наказание и ей вернут квартиру. А значит, не придется выселяться в апреле. Юристы же пока не уверены в победе на 100%. Если судья признает Романа Тюленева виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Эксперты говорят, что только в Барнауле за последние несколько лет десятки людей заявили, что они пострадали от микрофинансовых организаций. А ведь некоторые жертвы так называемых «быстроденег» просто боятся идти в полицию, ожидая расправы. Их число неизвестно, но, как правило, это пожилые люди. Ирина Корчагина, Николай Шелко. Наши новости.